Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова возвращаемся на рынки, продолжаем следить за новостным фоном и адаптировать наши инвестиционные идеи к тому, что мы слышим на рынке. Ключевым новостным событием, который вот уже на повестке ближайшего времени, встреча стран ОПЕК с прочими нефтебывающими странами в Пене, которая состоится завтра. Соответственно, завтра у нас уже будут итоги из только долгожданного события. Мы к ним вернемся только в четверг, но вы, в принципе, сможете наблюдать это на экранах ваших терминалов через движение и динамику прежде всего нефти. Уверен, что ключевые новости вы узнаете первым даже не от меня, поскольку уверен, что рынок будет обсуждать, дискутировать и строить дальнейшие планы по торговлю углеводородами на перспективу. Мы с вами поговорим детально об этом в четверг, потому что очень много мы спекулировали на тему того, что же все-таки можем услышать. И, безусловно, нужно, конечно же, будет уделить также немало времени, чтобы разобраться с конкретной ситуацией и понять, как действовать по углеводородам, в целом с рынком нефти дальше. Это будет уже, собственно, после среды в четверг. Сегодня у нас, помимо ожиданий дополнительных комментариев со стороны отдельных представителей ОПЕК, может быть, даже со стороны всего конгломерата, есть несколько отчетов, на которые мы должны обратить внимание. То есть, сессия будет, надеюсь, интереснее, чем вчерашняя, поскольку у нас на повестке данные годовые по темпам экономического расширения американской экономики, еще статистика по уровню доверия потребителей. И стоит обратить внимание еще на пресс-конференцию от председателя резервного банка Новой Зеландии Уиллера, поскольку, полагаю, сегодня он сможет поспособствовать нам в плане реализации нашей короткой сделки, поскольку я очень рассчитываю на мягкую риторику с его стороны и, соответственно, на давление на новозеландскую валюту. Но обо всем давайте поговорим конкретнее, детальнее, подробнее. Начнем мы с нефти. Клоу с вчерашнего дня 48,97, сейчас актив торгуется с небольшим понижением, 48,74. Но в целом можно говорить о том, что начало недели оказалось довольно-таки неплохим для бренда и WTI, и рынок, безусловно, продолжают оценивать шансы ОПЕК в целом на договоренности, которые могут быть достигнуты по ограничению добычи, либо заморозки на тех уровнях, которые уже были зафиксированы. Вчера, между прочим, очень неплохо отличилась Саудовская аэра, поскольку, наверное, для рынка нефти именно этот регион был определяющим. Сначала мы видели, как именно этот регион усилил распродажи бренда, поскольку знаем то, что Саудовская аэра отказалась от непормальной встречи, которая должна была состояться с прочими производителями в понедельник. И аргументировал свою позицию тем, что в этом нет необходимости, все вопросы будут решены в среду, то есть во время официальной встречи. И, опять же, комментарий меня очень порадовал о том, что Саудовская аэра полагает, что цены на нефть стабилизируются без каких-либо сделок и соглашений. Это точно идет в полный разрез той позиции, которая была озвучена ранее, когда Саудовская аэра обозначила не южный интерес именно в предстоящих переговорах и во всяческих инициативах, которые могли быть направлены на ограничение добычи. Но стоит также справедливости ради отметить то, что Саудовская аэра спровоцировала распродажи и, в принципе, после этого вернула интерес к бренду WTI, поскольку отметила, что готова ограничить производство на 4,5%, если при условии, что Иран заморозит объемы добычи на текущей планке в 3,8 миллиона баррелей в сутки. Я считаю, что это абсолютно нереально и, если это произойдет, будет какое-то чудо, потому что Иран еще полгода назад изъявлял желание разогнать добычу до 4,5 миллиона баррелей в сутки, как ключевая потребность, которую они будут дальше реализовывать и непременно доберутся до этой планки. И вот сколько раз мы с вами говорили о том, договорились ли представители ОПЕК между собой, ссылались постоянно на позицию Ирака и Ирана, которые стоят особняком и по-прежнему не могут, скажем, предоставить все организации ОПЕК те условия, и условия, которые, в принципе, не устраивают ОПЕК, на основании которых они могли бы поддержать какие-либо положения сделки потенциального ограничения добычи. Я считаю то, что отмена встречи со стороны Саудовской Аравии – это очень символичный знак сейчас, который указывает на то, что разногласия в рамках ОПЕК по-прежнему весьма осерьезны. Я боюсь то, что эти разногласия могут стать краеугольным камнем потенциального компромисса, который мог бы быть достигнут в ходе переговоров. Если стороны все-таки договорятся, если какая-то сделка будет обозначена, мы должны понимать, что наш коррекционный посыл будет тут же отменен, поскольку рынок реагирует на абакт сделки, которая реально может стать судьбоносной для всего рынка и нет ресурсов по серьезным ростам. Между прочим, если сослаться на некоторые цели инвестиционных банков, они единичны, потому что большинство делает ставку на отсутствие каких-либо прогрессивных решений. Но положительный сценарий все-таки присутствует и, исходя из этого сценария, ожидается то, что в случае, если стороны договорятся, бренд может вырасти больше, чем на 5 долларов. Хотя скепсис, наверное, все-таки больше превалирует. И я считаю то, что та позиция, которая была обозначена отдельными странами, опять же, позиция России, это все то, что указывает на отсутствие каких-либо базисов, которые могли бы помочь участвующим в венской встрече странам и абструрдам выйти на какую-то сделку. Поэтому больше предлагаю даже руководство со комментариями, к примеру, Морган Стэнли, которые считают, что нефть после среды окажется по серьезным давлением и может за очень короткий промежуток времени не просто потерять там 10%, посвалиться до отметки 35 долларов за абарр. В частности, Морган Стэнли предлагает не оперировать какими-то ложными иллюзиями по поводу оптимизма тогда, когда оснований для этого нет. Конечно же, до заседания фактического и решения остается еще несколько часов, ну, получается, у нас сутки ровно, и еще, наверное, за 20 часов 10 будет. Не знаю точно, когда будет оглашено это решение, но думаю, часов 30, наверное, точно и есть. И вот в эти 30 часов ключевым триггером для рынка, конечно же, будут слухи по поводу каких-либо положений, условий, потенциальных сделок, если она вообще может быть достигнута. То, что стороны сейчас будут весьма красноречивы на заявления, отдельные представители ОПЕК, собственно, даже российская сторона, это совершенно очевидно, потому что будут стараться сообщить общественности и всем участникам рынка, что в этой сделке заинтересованы все. Но мы с вами традиционно зрим в кое и не понимаем то, что если бы были какие-либо серьезные основания полагать, что эта сделка все-таки сможет быть заключена, эти основания и какие-либо предварительные договоренности уже были бы достигнуты ранее. ОПЕК точно бы не наращивал производство тех объемов и в том формате, в котором мы наблюдаем сейчас. Резюмируем. Скепсис в отношении рынка нет и сохраняется. Я надеюсь, что мы наконец-таки сможем в четверг подвести итоги в том формате, в котором хотелось бы это сделать, отметить негатив и отсутствие прогрессивных решений. И сохранение все той же самой проблемы перепроизводства, которая была характерна на протяжении всего 2016 года, проблема, которая будет кочевать уже в 2017-е. Из локальных событий сегодня стоит обратить внимание на статистику по запасам нефти по версии Американского института. Получается, со вторника на среду в ночь в 0.30 по московскому времени выйдет этот отчет. Может быть, внимание трейдеров все-таки будет повышенным к этому релизу. Но я допускаю то, что оно будет не таким выраженным, как, скажем, несколько недель назад, поскольку рынок сейчас больше сфокусирован на потенциале, собственно, и исходе венской встречи, итоги которой, как я уже отметил, мы с вами будем подводить после завтра. Сохраняем короткую позицию по нефти. Ждем возвращения активов в район 45 долларов за банк. Российская валюта против американца 64,79. Все без изменений. Рубль котируется на тех же самых означениях, что и сутки ранее, поскольку, в целом, ситуация откровенным образом еще не изменилась. Если допустить то, что Морган Стэнли правы, собственно, так уж как и мы, и нефть действительно может по факту реакции на отсутствие сделки отреагировать резким ослаблением, то закрепление бренда ниже 45 долларов за баррель станет причиной резкой революции российского валютного актива и снова вот этому витку ослабления к концу 2016 года с возможностью просадки против доллара чуть ли не до 70 ровно. То, что мы закрываем очень плохо по рублю в плане ослабления курса национального валютного актива уже несколько лет подряд, может быть, это уже реалии, которые нужно сейчас принимать и иметь в виду. И, возможно, эта тенденция, эта практика продолжится и вот под конец 2016 года. Я по-прежнему не верю в сильный рубль и надеюсь, что то фундаментальное обоснование, которое мы с вами придерживаемся и которое используем в последние месяцы, его также было достаточно, чтобы у вас сложилось собственное видение по перспективам и пары доллар-рубль, и против европейского валютного актива. И это, собственно, представление, наверное, не разнится с моим. То есть вы также видите потенциал резкого ослабления, девальвации и ухода, ну, к примеру, против американцев пары выше 67-68. Дальше идем. Доллар против японской иены. Давайте сейчас сделаем больше акцент на эту валютную пару, потому что этот дуэт валютных активов позволяет нам разобрать детальные, доскональные ситуации, которые складываются в отношении доллара. А уже зная, что происходит с американцами, мы можем строить дальнейшие месяц и сунны. Вы видели вчера то, что пара USDN открыла день склепом, и, в принципе, на азиатской торговой сессии очень неплохо просела. В частности, лоу, который был зафиксирован вчера, 111.35. Если немножко округлить значение, можно сказать то, что пара за несколько часов потеряла практически две фигуры. А теперь давайте разбираться о причинах, из-за которых это случилось. Я не сомневаюсь в том, что такое минорное открытие недели было связано с присутствующими на рынке опасениями за предстоящие события, которые в какой-то мере могут даже повлиять на решения ФРС по изменению процентной ставки и вообще нормализации курса денежно-кредитной политики. Вы знаете то, что после того, как Трамп одержал победу в президентской конке, пара юстиена выросла больше, чем на тысячу пунктов, а следует за доходностью американских трежерий. Потому что ожидание активного бюджетного стимулирования, налогового регулирования, смягчения для корпоративного сектора и порывов традиционистского подхода к международной торговле оказалось вполне достаточно, чтобы повлиять на показатели РУП и инфляции. И, соответственно, настроить трейдеров на то, что в ближайшее время ФРС должен будет адаптироваться к изменяющимся экономическим реалиям и условиям и, соответственно, анонсировать вот это долгожданное решение по повышению процентной ставки. Это, безусловно, внесло свою влепту в динамику курса доллара и, помимо, опять же, роста доходности американских трейдеров, поддержала позиция американца. Но не стоит забывать о том, что трейдеры, которые вовремя и правильно распределили ситуацию, сложившись на рынке и уже получивших хороший профиль по, разумеется, длинной сделке американца против иены, после закрепления выше 110 начали уже с некоторой опаской смотреть на более высокие ценовые значения, потому что ралли было чрезмерным. И, понимая то, что впереди очень много, скажем так, событийных рисков, которые способны повлиять на доллар, это и статистика очень важная по США, которая влияет на доллар через решение ФРС по процентным ставкам, это, соответственно, еще заседание ОПЕК. Здесь стоит сделать ремарку в сторону того, что если договоренности не будет, бренд может очень серьезно ослабнуть. Если он ослабнет, то подтащит вниз за собой энергетические сектора глобального фондового рынка. То есть это тут же ухудшит настроение на финансовых площадках, может быть, даже станет причиной панических настроений. А традиционно трейдеры стараются спасаться от панических настроений, пересиживая такие времена, смутные, в защитных инструментах. Вот что касается защитных свойств, то здесь доллару не удастся, конечно же, конкурировать с японской валютой, потому что японская валюта в этом ключе выглядит гораздо лучше. Поэтому, если нефть у нас очень сильно просядет, то я думаю, что вы прекрасно понимаете и осознаете риски, которые могут возникнуть для дальнейшего роста доллара. Ну, хотя бы как осрочно. И это, конечно же, осознают те трейдеры, которые уже получили хороший профиль. И допуская то, что до конца этой недели ОПЕК может произойти существенный откат, мы сейчас видим, как трейдеры начинают фиксировать результаты, частично выходить из длинных позиций, а фиксация профита, она и является одной из причин обратной тяги и отката по паре доллар-японской иены. Также я хочу отметить, что в качестве негативного момента для американца выступило еще вот решение Саудовской Арайи, которое отказалось от неформальной встречи, запланированной на понедельник. Конечно же, такая позиция явно усилила скепсий по поводу потенциальных договоренностей и повлияло на рыночные настроения. Но все равно, большинство участников рынка не сомневается в том, что позиция, связанная с повышением процентных ставок, останется определяющей на рынке. Если мы уже говорим о том, что это 100%, то такой вероятности уже взрастили просто до предела, до экстремума, до максимума. Но больше уже быть не может. Поэтому, настраиваясь на нормализацию денежно-кредитной политики, соответственно, нужно сейчас продолжать по-прежнему покупать американца, несмотря ни на что, несмотря на локальную коррекцию, несмотря на те риски, которые фигурируют и присутствуют впереди. Кстати, вот, когда я начал перечислять риски, я отметил статистику заседания ОПЕК и еще упустил очень важные политические моменты, аспект ситуации, попадающейся в рамках валютного блока. Потому что в это воскресенье в Европе, в частности в Италии, состоится конституционный референдум. И если, скажем, что-то пойдет не так, то есть при определенном исходе данного референдума может серьезно поджигнуться политическая стабильность, а правительство его все уйдет в отставку. Конечно же, это еще один, можно сказать, глобальный риск, который продолжит сгущать пучи вообще над валютным блоком, над всей еврозоной, и может стать еще одним включением полученного спроса на защиту, то есть на японскую валюту. Но об этом мы еще с вами поговорим. У нас есть несколько торговых сессий до конца этой недели. Я думаю, что после ОПЕК мы, в принципе, сможем переключить свое внимание, опять же, на большинные коленские референдумы. Мы поговорим об этом. Но всему свое время. Отметил также, что все-таки большинство участников не сомневается в том, что американец продолжит следовать за доходами американских трежерис. Мы по-прежнему видим небольшую консолидацию по этим долговым бумагам и в целом сохранение положительного, позитивного настроя. Поэтому, если дальнейшая статистика, которая будет выходить по Штатам, в частности, сегодня годовые данные по ОПЕ, очень сильный релиз сможет вернуть покупателей в разглажении этого тандема валютных активов, то бычий релиз по американцу продолжится. Я не сомневаюсь в том, что мы сегодня увидим очень хорошую цифру по ОПЕ. И, честно говоря, предлагаю вам рассматривать по-прежнему возможность только покупок американца против йена. И я очень надеюсь, что вы разделяете со мной такую позицию. Я считаю то, что, несмотря на столь высокие значения, которые были зафиксированы парой юзген еще на прошлой неделе, мы добрались до своего дорыночного, локального максимума. И этот локальный максимум находится, ну уж точно, повыше отметки 114 йен против американцев. Поэтому из важных отчетов по США сегодня я предлагаю зацепиться за статистику по ОВП. В 16.30 она будет опубликована. И в 18.00 уровень доверия потребителей. В прошлый раз этот релиз стал причиной роста пары доллара японской йены больше, чем на полфигуры. Возможно, ситуация строится и сейчас. Евро против американца. Котировки на текущий момент 1.0606. Видим то, что евро, несмотря ни на что, все равно тяготеет все-таки к поддержке, которую пока не достигало. Это 1.05. Это значит то, что медведей в расположении этого валютного актива по-прежнему очень много. И это значит то, что фундамент, который мы с вами уже неоднократно обсуждали по еврозоне, оказывает свое превалирующее воздействие на рыночное настроение. Вчера выступал Драги. И мы снова услышали то, что декабрь станет месяцем решений и со стороны Европейского центрального банка. В частности, Драги отметил то, что на заседании 8 декабря Европейский центральный банк может принять решение о продлении действия программы количественного смолчения. Я считаю то, что это решение будет принято. Поэтому, ожидая новой стимулы со стороны ЦБ, продолжая анализировать слабый макроэкономический фонд по еврозоне и настраиваясь все-таки на политические риски, референдум в Италии, выборы во Франции, в Германии, евро будет смотреться гораздо хуже доллара. Поэтому 1,05 – это ближайший уровень, которого мы непременно с вами достигнем. Для тех, кто все-таки высмотрел позицию убедительную для себя относительно покупки европейской валюты, я рекомендую вам в миллиард раз подумать. Еще раз оценить все за и против и уже после того, как вы сделаете это, принять уже окончательное решение, как торговать европейской валютой. Моя рекомендация остается неизменной. Раз уж снижаемся по евро, системно и фундаментально обоснованно, давайте придерживаться этого локального тренда. Фунт против американца 1,2406. Ситуация по фунту ничуть не изменилась. Как и было отмечено ранее, диапазон по торговке сохраняется в прежнем канале, там 1,2350, 1,2450. И для того, чтобы пара выбилась из этой колеи, не знаю даже, что ей нужно. Может быть, комментарии со стороны Банка Англии, но в ближайшее время их пока не предвидится. Может быть, статистика. Единственный стоящий релиз, на который стоит обратить внимание, это в четверг данные по индексу производственной активности. Но опять же, мы уже говорили о том, какой отчет мы можем увидеть, и сославшись на девальвацию фунта, решили, что, скорее всего, для промышленного сектора, это позитив. Поэтому от статистики мы ожидаем хорошего, собственно, макроэкономического фона. И, по идее, это тот отчет, который может привести к росту фунта. На это я также пока не стал бы сейчас делать большую ставку, потому что фунт не просто так не растет. Сейчас понимаю то, что на рынке, и, в частности, в отношении себя лично, скажем, как, возможно, рассуждает фунт, есть и более глобальный риск, связанный с скорым инициированием 50-й статьи, которая, может быть, для кого-то прошлая тема, но она еще витает на данной. И это тот самый новостной фон и фактор, который тут же становится причиной резкой волатильности британца. И если мы снова на рынке услышим разговоры о сроках инициирования этой статьи до марта, к примеру, 2017 года, тогда фунт не избежать распродаж, потому что в моменте очень трудно будет оценить последствия, собственно, окончательной автономии. И уж тем более, если мы не можем оценить заранее эти последствия, будет глупо говорить о каком-то положительном результате после этого. Рынок будет закладывать риск. И этот риск, даже из последних отчетов Всемирного банка, Международного валютного фонда, будет в конечном счете конвертирован в более слабые показатели по ВВП. Отметил я также, что сегодня у нас в фокусе внимания даже первым из отчетов 13.00 по московскому времени будет выступление пресс-конференции председателя резервного банка Новой Зеландии Виллера. Напоминаю то, что в прошлый раз, когда резервный банк Новой Зеландии пересматривал процентные ставки, в частности, Виллер сделал акцент на то, что на этом банк не остановится, потому что из-за низких инфляционных ожиданий, из-за удручающих показателей молочного аукциона в последнем месяце, из-за рисков, которые связаны с китайской экономикой, резервный банк Новой Зеландии по-прежнему сохраняет мягкости в отношении денежно-кредитной политики. Но это, конечно же, указывает на то, что ставки могут и дальше снижаться, даже несмотря на то, что пока вероятность таких изменений до конца 2016 года, даже в первом квартале 2017 года, не так уж и высока. Но я еще в прошлый раз предложил вам обратить внимание на комментарии председателя резервного банка Новой Зеландии о том, что курс новозеландской валюты по-прежнему очень высок. То есть точно такие же комментарии мы слышали и в отношении австралийц когда-то, и в отношении пранк. Вот все вещи актуальны. И, в частности, резервный банк Новой Зеландии одним из немногих в отношении своей валютной единицы сохраняет возможность проведения валютных интервенций. Правда, о них мы сейчас говорить, конечно же, не будем, потому что новозеландцы без того снижаются. Котировки сейчас у нас по новозеландцу против доллара 0.7083. Я надеюсь на то, что мы сможем закрыть сегодняшнюю торговую сессию по этой валютной паре рядом с значением 0.70. Доллар канадец все без изменений. 1.3421 мы настраиваемся на ослабление нефти и дисконтирование этого события и, собственно, столь негативных настроений в динамику курса канадской валюты. Нам нужна цель 1.36. USD с виси немножко оклемался в рамках вчерашнего дня. 1.0132 евро с виси продолжает котироваться на отметке 1.0750. Ну, это также еще семечки, потому что мы понимаем, с чем связаны наши ожидания все-таки закрепления этой пары гораздо выше текущего значения. Не с тем, что макроэкономическая картина может улучшиться в рамках еврозоны, а в том, что Национальный банк Швейцарии активно проводит валютные интервенции и делает это гораздо активнее, чем любой другой регулятор среди развитых собственно площадок и рынков. Такой посыл будет сохранять свою актуальность и дальше. Мы с вами ждем закрепления пары выше отметки 1.0850 потенциалом кода до уровня 1.09. Кода восьмого на сегодня. Заседание величина бонуса 15% действует до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Если у вас есть вопросы, задавайте их, пожалуйста, на нашем форуме о маркетсе либо на канале на ютюбе. Ну и, конечно же, не забывайте ставить ваши лайки. Хорошей вам прибыльной торговой стессии, попутного тренда и, как всегда, увидимся с вами в следующий раз уже во время следующего брифинга завтра в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.